Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. В первую очередь, наверное, хочется отметить, что если у вас есть подозрение на депрессивное состояние, если у вас есть подозрение на депрессию, то вам, наверное, имеет смысл обратиться к врачу. Вот, вам имеет смысл пройти медицинское обследование. И это нужно для того, чтобы лучше себя понять, лучше себя разобраться вам, чтобы иметь, ну, какое-то вот лучшее несколько представление о том, что конкретно с вами происходит. И, соответственно, вы могли бы уже от этого отталкиваться в какой-то степени и могли бы уже тогда более как-то адекватно смотреть на свое поведение. Это первое. Второй момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Вы начинаете с того, что вам 26 в очень долгое время сидели дома, занимались голами и замужем. Я думаю, что подобное случилось у вас не случайно. Я думаю, что не случайно вы стали заниматься делами домашними, не случайно вы стали сидеть дома. Я думаю, что у этого есть свои причины, у этого есть своя, у вас мотивация, вот, какая-то. То есть, почему-то вам это было важно, почему-то вы допустили, что с вашей жизнью может произойти что-то подобное, да? То есть, фактически, вы так вот свою жизнь определили, вы определили ее так, что вы сидели дома. Думаю. Думаю. Соответственно, важно увидеть, каким образом вы оказались в такой ситуации. Да? То есть, вы сидели в операции недолгое время, делали только домашние дела и так далее. У этого есть причина, у этого есть основания. И ваша задача увидеть эти основания, увидеть эти причины. Следующий момент, это то, что в определенное время вы захотели работать, вы захотели идти на работу. Это тоже достаточно важный момент. Что именно смотивировало вас идти на работу? Интерес, может быть нужда, может быть какие-то конфликты в вашей семье. Но так или иначе, что-то стало происходить. И мне кажется, что вот то, на что вам нужно обратить свое внимание, это именно вот на это в первую очередь. На то, каким образом, как вы пришли к тому, что сейчас вам нужно идти на работу. Потому что, без этого понимания, без ощущения, как бы вот, своих ощущений, без своего ощущения. Зачем я это делал? Для чего я это делаю? И насколько для меня это важно? Ваши мотивации остаются под серьезным вопросом. Ну потому что, если вы не понимаете, зачем это делать, то тем более не понимают этого. Ваши мотивации, которые в принципе привыкли к тому, что вы находитесь дома, находитесь, я так понимаю, в закрытом пространстве. Вот и естественно, ну для этого, закрытого пространства нужны свои ресурсы, нужен свой, ну какой-то набор, поведенческий халл, паттернов и так далее. Вот. А этого вы не ощущаете. То есть, по-прежнему, как-то вот непонятно, для чего и зачем вы это делаете. Следующий момент, на который хотелось бы обратить ваше внимание, это момент, связанный, пожалуй, с интересом. То есть, интересно ли вам сейчас идти на работу? Хотите ли вы сейчас идти на работу? Или вы хотите чего-то другого? Ну, например, вы хотите, там, достичь какой-то своей цели, может быть, может быть, что-то еще. Вот. Понимаете, да? То есть, момент этот достаточно важен. А ему, как мне кажется, вы не уделаете внимания должному. Вот. То есть, вы не уделаете должного внимания чему? Своим интересом и своим приоритетом. Вот. Когда, ну, интересы, ваши интересы, ваши приоритеты, стоят на первом месте. Вот. То есть, понятно, что вы можете, конечно, что-то делать. Вот. Для своей семьи. Вот. Можете, наверное, вы чувствуете определенную ответственность. Это, в принципе, хорошо. Хорошо, что вы чувствуете ответственность. Но сейчас это больше выглядит, как некоторое такое, знаете, самопомертвование, я бы сказал. И ничего хорошего для вас в этом, вообще говоря, нет, потому что вы себя здесь не слышите. И, судя по тому, что вы говорите, говорите, судя по тому, что вы описываете, я мог бы предположить, что сама работа вам, вообще-то говоря, не так интересна, как то, какие люди. Вас окружают, на то, как вы выглядите и так далее. То есть, все это очень хорошо укладывается в некую такую картинку того, что вы не интересуетесь особо тем, чем хотите заниматься. К сожалению. Вот. Потому что если бы вы знали бы, что вот хотите и у нас, что вы вот хотите того-то, того-то, что вот того-то, например, то вряд ли бы у вас возникали бы такие сложности. Вряд ли бы вы чувствовали бы такие трудности. Это было бы, скорее, не важно. Потому что вы горели бы своим интересом. А раз интересом особо вы не горите, то я рискну предположить, что, возможно, тут есть некоторые элементы заставления себя делать что-то. То же самое, в какой-то степени, то же самое касается и комплексов, которые у вас имеют место быть. Почему? Потому что комплексы проявляют себя тогда, когда человек не чувствует интереса. Энергия. Есть психическая энергия, силы, ресурсы. А направляются они только на истории, ну, вообще-то не очень связанные с жизнью человека. А больше связанные на, вот, больше связанные с какими-то, ну, отдельными аспектами, отдельными моментами. То есть, когда вы не особо сильно откликаетесь на то, чем, например, могли бы заниматься. Вот. Когда вы не особо откликаетесь на то, что вас интересует. Вот. То, в общем и целом, возникает в этом случае часто, если не сказать больше, некоторые проблемы. Вот. Проблемы, касающиеся, ну, вот, в большинстве случаев вот таких аспектов. Вот. Ваша тревога по поводу того, что вы все делаете не так, вы все делаете неправильно. Вот. Это всегда же. Потому что это больше ориентир идет на других, на внешних. На внешний мир. Не на себя. Вот. Понимаете, да? О чем идет речь. А себя, получается, вы не особо-то и слышите. Вот. Вот. Поэтому не удивительно, что у вас такая вот тревожность, такие вот переживания возникают. как им, как им, как им возникать, если ничем больше вы не заняты. Я не в том смысле говорю сейчас, что вы, ну, что вы бездельничаете. Нет. Я больше говорю именно про ваше отношение к себе, про вашу, может быть, внимательность к себе, которую, к сожалению, вы не слишком сильно демонстрируете. Сейчас, когда рассказываете о том, что вы боитесь работы, например, при этом, как бы, ну, не поясняя, да, а вообще, зачем вам работать, ну, нужно ли вам работать, а если нужно, то кому это, кому это нужно в первую очередь? Вам это нужно или, там, кому-то, ну, кому-то другому, например, вашему мужу, например, ваш муж вас, там, условно заставляет, вот, понимаете? То есть тут, тут вот такой момент, вот, ну, основное то, что вы, вот, уделяете внимание именно устройству на работу, да, а не, собственно, самой работе. Ведь работодателю по большому счёту от вас нужно что? Работодателю от вас нужно ощущение и понимание того, что вы хорошо будете выполнять свои обязанности. что лучше всего выполняет свои обязанности тот, кто интересуется тем делом, которым он занимается. Если вы не интересуетесь, то, соответственно, заниматься этим будет плохо. и работодатель, конечно, конечно же вам откажет. Что, в принципе, на мой взгляд, ну, является естественной адекватной реакцией. Но вы здесь обращаете внимание не на то, что работодатель почувствовал, что вам не интересно, например. И даже не на то, что, может быть, вам не интересно, то, куда вы устраиваете, судя по всему, потому что вы, ну, вы говорите о том, что вам нужно работать, всякое такое. А вы уделяете внимание, по-моему, чтобы вам отказали, по сути дела. Это вам вызывает. И, опять же, здесь мы говорим о некоторой такой вот, если можно так выразиться, ну, бедностью. Да? Вот. То есть мы говорим о том, что вы чувствуете себя, вот, ну, в звездной степени, бедным. То есть... Единственное, что может определить вас, как что-то ценные. Это... Как раз... Такие... Аааааа... Другой... Другой человек. Понимаете, да? И, наверное, вам от этого... Больнее всего. В этом вы чувствуете себя беспомощно и маленько и ни на что не способны. Это, в принципе, вполне логично. Потому что в своей жизни в этот момент вы, ну, не то, чтобы сильно управляете. Хотелось бы, наверное, больше управлять своей жизнью. А как ее управлять, если вы себя не чувствуете? Ну, и, наконец, последнее, последнее, что я хотел бы вам сейчас сказать. Это касается вашей, ну, такой, знаете, модели победы. То есть, если вы долгое время сидели дома и привыкли. Сидели дома и привыкли к определенному образу жизни, к определенной, ну, модели поведения, то вам нужно время. Вам нужно пройти период адаптации, поэтому сразу идти на работу, куда есть ответственность, туда, где есть ответственность, туда, где есть определенный стресс, наверное, является не лучшим решением. Потому что вам будет тяжело. Мне кажется, что лучшее, что вы можете постараться для себя сделать, это потихонечку наращивать свою активность. Именно что потихонечку. Потихонечку. Следя за тем, чтобы вам было комфортно. Следя за тем, чтобы вам было хорошо, чтобы вам было приятно. Я за тем, чтобы вы не придавали себя, вот, понимаете, понимаете, да, что я имею в виду. То есть наращивать активность постепенно. Вы же хотите себя резко погрузить из одной сферы в другую. Это кому угодно будет тяжело, кому угодно, не только вам. Поэтому ставить себе нужны адекватные задачи. Как мне кажется, ваши проблемы с зубами, например, скорее всего не являются новыми. То есть скорее всего такая вот словно проблематика вашей внешности вас волновала, если не всегда, то на довольно длительное время. Потому что, честно говоря, я не думаю, что только сейчас вы взяли и заметили, что оказывается вас волнует ваша внешность. Я думаю, это не так. Я думаю, что так было всегда, так было всегда. Просто вы предпочитали этого не замечать. Ну и не замечали, может быть, какое-то время. А от себя не убежишь. И сейчас вы вдохнули с этим обнов. Сейчас вы обнов увидели, что проблема есть. Что? Проблема, проблема. Присутствует. Но что вы делаете с этой проблемой? Как вы обращаетесь к ней? И ответ на мой взгляд простой. Достаточно почему? Никак. Вы никак с этим не обращаетесь. Вы ничего с этим не делаете. Но вы не привыкли. Не привыкли. Возможно. Ничего с этим делать. А момент дуальный. Достаточно важный. Понимаете, да? Когда находишься вот в постоянном с другими людьми, когда постоянно находишь, ну, с кем-то, то легко достаточно забыть про себя. Легко достаточно забыть про то, каким или какой я был. Это легко забыть. А когда сейчас у требуется от себя быть какой-то, какой-то еще, конечно, вам нелегко. И, конечно, это вызывает, скорее, стресс, нежели чем какое-то приятное, ну, какие-то приятные чувства. Вот. Поэтому я думаю, что, Ольга, вам нужна психотерапия. Думаю, что вам нужна помощь психолога. Вот. Я думаю, что, возможно, вам не помешалось некоторое переструктурирование отношений в семье. Вот. Ну, тут я, понятное дело, всех моментов не знаю. Вот. Может быть, какие-то вещи вы уже делаете. Может быть, каких-то вещей вы как раз таки не делаете. Сложно. Так сказать. Конечно. Ну, я думаю, что, надеюсь, что мою мысль вы увидели. И постарайтесь как-то вот ее принять и посмотреть, что вы можете с этим сделать и хотите ли вы вообще с этим что-то делать. Там еще вполне может получить вам такая неловкая история, что работать вы не хотите. Что вы просто не можете сказать своим близким, своему мужу, своему мужу о том, что вам не хочется работать. Например. Или что вам интересно. Что-то другое. Например. и это может скрыть некоторые проблемы между вами, если они есть. Вот. Некоторые подводные камни ваших отношений, если они есть. они есть. Но. Я также могу с уверенностью сказать, что если на это не обращать внимание, если стараться это замалчивать, то конфликт, то конфликт, каким бы он был, рано или поздно узнать о себе даст. И, к сожалению, скорее рано, чем поздно. Вот. Как, кстати говоря, муж и в целом ваша семья относится к нам тем, что вот спустя долгое время вы устраиваетесь теперь на работу. Как они к этому относится? Поддерживают ли они вас? Поднадривают ли? Или наоборот, как-то негативно относятся? Попробуйте это увидеть. Это тоже очень важный момент, как мне кажется, в этой ситуации, потому что напрямую влияет на вас. Близкие люди имеют такое свойство, очень сильно влиять на нас, на наше настроение, на то, как мы себя ведем и так далее. Если этому не уделать внимание, если с этим не щипать, то можно в том числе себя потерять. Мне кажется, что чувствовать вы себя потерянно не из-за тех моментов, которые вы описали, а из-за того, что возможно, чересчур сильно погрузились вот в эту историю, с домашними делами и обязанностями, которые, может быть, и хорошие, полезные и прикольные, но как-то вот полностью или почти полностью заглушили вас и ваша личность. И то, с чем вы сталкиваетесь сейчас, это не проблематика комплексов как таковых, а это, скорее, проблематика вашей идентификации личностной как таковой. и на это вам нужно обращать внимание. А там же и с работой определитесь, ну и с отношениями своими между вами и близкими, и близкими людьми тоже сможете определиться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи!